Пойдемте. Есть такая возможность. Вспоминать будем все. Спикер Госдумы предлагает журналистам своими глазами увидеть то, что редко показывают посетителям. Комната с личными предметами Николая Чернышевского. Рукопись и переписка с родственниками. Все это хранится в мезонине. На нижних этажах, где еще устраивают небольшие экскурсии, тоже уникальные артефакты. К сожалению, изображение родителей не сохранилось. Ни отца, ни матери Николая Гавриловича Чернышевского. Они погибли в одном из пожаров. А это подлинный портрет 19 века священника Визовского, крестного отца Николая Гавриловича Чернышевского. Основные фонды в соседнем здании. Оно моложе. Возраст старых построек ансамбля насчитывает порядка 200 лет. О необходимости их реконструкции еще в апреле на встрече спикера Госдумы с музейными работниками и краеведами говорила директор учреждения. В мае Вячеслав Володин инициировал программу по сохранению памятников историко-культурного наследия. То, что здесь в 1918 году решения были приняты, организация музея сохранила все эти здания. И даже сегодня то, что у нас с вами этот музейный комплекс, несмотря на то, что является муниципальным, сохранность его велика. Просто нужно взять и помочь, чтобы все эти здания получили новую жизнь. Родовое гнездо Чернышевских будут восстанавливать в списке помимо него еще 22 объекта. Это и дом Павла Кузнецова, усадьба Нарышкиных в Балахшовском районе, музей краеведения Хвалынский и многие другие. Сейчас ведется разработка проектов. В этом должны принять участие и архитекторы, и краеведы, и само музейное сообщество. Давайте мы этот уголок Саратова сохраним. Именно уголок Саратова. У нас другого нет. Еще раз, вы меня услышите. У нас нет другого такого ансамбля. Одно здание где-то мы можем еще найти, но чтобы был сохранен ансамбль комплекс с 200-летней историей, такого больше нет. Давайте подумаем, как его сохранить. Также, по мнению председателя Госдумы, необходимо сохранить уникальный вид на берег Волги, который открывается посетителям музея с верхних этажей особняка. Вопрос точечной застройки этого микрорайона, по словам Вячеслава Володина, должны держать на контроле власти региона и города. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Максим Пустовалов, Саратов-24.